Привет, народ! И мы с вами продолжаем играть в Ярового, ребят! В Ярни Ван Ревел! И сегодня прекрасное субботнее утро, ну хотя какой вот уже день издопил. И следующая глава у нас называется «Сколько будет достаточно?». Игла вообще, как я понял, много. И одна из них называется «Раст». Стоп! Вот зачем 2ЕП на конце слова? Ну ладно, хорошо, а шведский не знаю, может быть. Может быть, им нужно 2АП на конце зачем-то. Да, сейчас субботний день, когда я понимаю, это по сути продолжаем в предыдущей локации. Да, видите, вот такая ворона своровалась. Считай, мы продолжаем в предыдущую локацию. Человек в костюме это всегда не к добру, ребята, потому что, ну вы знаете, что эти люди в костюме делают. Начальник говорит, что мы твои друзья, мы тебе поможем, потом у тебя уже нет квартиры. Где-то так обычно и происходит. А я думаю, нам надо как-то вниз пройти. А что, вниз мы никак не пройдем, а в баночку возьмем. Для Алина Раш или... Радбул. Я вам сказал, Радбул в плане энергоэффективности он получше будет. Вот ты пьешь Дэдпул, Дэдпул, Радбул, запутался. Радбул, и как-то он больше действует. Кстати, ребята, давайте лайкте те, кто пьют энергетики. И я знаю, что это вредно, правда, ребята. Вредно. И сейчас их только с 18 продают. Хотя кто-то может спросить, зачем продавать с 18? Они вроде не особо знают. Хотя нет, просто это насчет вредности. Очень странно, но в аптеках в Англии их продают как тонизирующий напиток. То есть там многие энергетики продаются реально как тонизирующий напиток. То есть ты можешь просто в аптеке купить. Вот энергетик ты можешь купить на новую ярминку, там не купишь. И это странно, ребят. В английских аптеках продается все, что угодно. Чуть и не чипсы продают. Ну что сказать. Это называется капитализм, ребят. Когда любой частный предприниматель просто торгует всем, чем он хочет, по сути. Знаете, это странно. Просто заходишь в аптеку, там продается сок какой-нибудь. Ну вода, то, что продается, это сейчас у нас в аптеках. Вода, в принципе, есть. У нас какая-то очищенная вода. Хотя, я уверен, что это обычная вода просто. Ну просто пишут очищенная, что нельзя же обычной бонакфой там торговать в аптеке. Люди не поймут, скажут, что это скат есть. Ай! Ярни, ярни ты мой герой. Попотелся. Ну да, там действительно можно пить чипсы, энергетик, редбул какой-нибудь. Или даже более дешевые варианты. Местные, британские дешевые варианты. Нерусские, если что. Сейчас у нас веревка кончается. Как же так быстро? Я вроде никуда и... Толком-то не... А, не, нормально. Класс, что. У нас там уже черный моточек появился. Спайдер-мен, спа... Я чувствую, что я немножко человеком пуху, а только что осознал. Я же плачевник. Я же человек яровой. Тут у нас взрывчаточка. Я думаю, может камень надо все-таки подвинуть. А, видимо, нет. Видимо, не нужно. Я вообще-то подумал, что надо будет что-то взрывать. Что-то, наверное, тут мы ничего не взорвем. Так сказать, случайно по нашей неярнизованности. Ну, знаете, обратно... Что-то, друзья, эти тарканы опасны. Как бы я хочу спуститься вниз и... Использовать их как, скажем так, рычаг. О, да, походу, они реально опасны. Ну, тараканы свет не любят. Хотя, честно говоря, многие спокойно относятся к свету. У меня уже был такой опыт, что... Что-то меня сажали. У меня был такой опыт, что тараканы вообще есть, которые не пугли. Знаете, южные тараканы самые худшие. Вот наши, как бы, северные такие тараканы, маленькие. Они вообще не стрёмные по сравнению с теми, что... Я видел, я видел вообще каких-то противных рыжих таких. Ну, не рыжих, а таких каких-то полурыжих. Но они самые противные. Тараканы на свете. Такие полурыжие противные. Ну, вы поняли, ребят. Я думаю, те, кто же на юге жил, когда-нибудь, ну, знают, как выглядят, в принципе, южные тараканы. Что-то неприятное зрелище. Неприятное. Они очень противные. Их практически невозможно выгнать. Вытравить их можно, как и любого другого таракана. Но травятся они абсолютно так же. Но с ними тяжелее это всё делать. Да блин, как я первый раз перепрыгнул нормально. А сейчас что-то быкует. Быкует ярмей, ребят. Не хочет он нас. Не хочет ярмей. Радость испытать. И поле утоптать. Ух. Я так и не знаю, что мы имеем с того, что у нас лампа висит. Тараканы, что ли, уйдут. Я просто думаю, ну, как бы, а что дальше? Как бы, надо стул подвинуть, потому что иначе мы не пройдём, ребят. Постойте. Ап. Нам нужно, в принципе, и здесь свет включить. Так давайте это сделаем. Что-то ярмей пока у нас только хватается. Так, выше, выше. Давай, ярмей. Оп, молодец. Хорошо. Да, во, всё, всё. Убирайтесь под шкаф, под шкаф, ребята. Ух, ребята, это... Честно говоря, было стрёмно, просто потому что это тараканы, не потому что они могли меня съесть. Просто, ну, потому что это ребята, кто любит тараканов? Кто-нибудь любит здесь тараканов? Нет. Ребят, давайте репост за нелюбовь к тараканам взаимную. Я думаю, я не думаю, что найдёт человек, который скажет, ну, тараканы так прикольно, завести парочку. Хотя нет, найдутся, типа, типа, лукьяновые больные. Просто я видел там у него мадагаскарских тараканов, как-то мне Лиза показывала. Это реально, мне кажется, больные, чтобы такие вещи делать. Завайте, есть каких-то тараканов в Мадагаскаре. Понимаешь, что это, как бы, ну... Мадагаскарские тараканы, это не просто какие-то там тараканы, это, ну, особый вид, особо противный. Их кто-то жрут ещё. Представляете, вот жрать таракан. То есть он... По тараканам, в принципе, в принципе-то они безобидны, если так подумать, они людей не трогают и жрут. Они даже не трупоеды, а нет. Я не помню, тараканы не трупоеды или как? Вот человеческий труп лежит. Таракан будет его трогать или по обрезку? Интересно мне. Потому что я не очень знаю. Нам надо подтянуть как-то эту штуку наверх. А потом возможно... Блин, я знаю, надо столкнуть ещё. Я думаю, её можно толкнуть. Мы можем залезть, а это можно и толкнуть. Ааа, точно, знаю. Я знаю этот трюк. Мне его дядя в детстве показывали. Эть. Так, трюк по открыванию дверей при помощи Ярный. Да, именно этот трюк. Я просто думаю, как я назад попаду. Ну, может, немножко такой баланс нам нужен, чтобы как-бы и открыть. И при этом самим пройти. Но, я не знаю, может, тут надо отвязать что-то. Блин, этого. А, нет, не надо ещё отвязывать. Черт, противная, противная тварь, ребят. Эта тварь никак не... Черт. Ой, Ярный, нет. Нет, Ярный. Ждём, ребят, сейчас, когда Грудмол не отобьёт. Чё-то мне реально стрёмно. Не знаю, как меня, не бьёт, наоборот. Чё-то я не успеваю, слишком долго. Хотя, да, нам, походу, назад надо, потому что у меня верёвки не хватает. Ладно. Черт, возьми, реально не успеваешь. Безработчики, можно было бы и помягче. Да, серьёзно, как я первый раз успел? Всё, понял. Молния бьёт дважды, потом перерыв. Вот сейчас, ещё раз. Чё-то, азик, где лудик? Просто она реально, бывает, бьёт как-то реже, а потом чаще. Вот как сейчас. Она ударила один раз, потом два. Я, чё, включая, я не знаю. Я думал, здесь есть логика, но потом она... Давайте, подождём, сейчас точно два раза. Вот сейчас, ещё раз ударить. После этого можно идти. Всё, теперь можно идти. Вот сейчас ещё раз должна ударить. А-а-а-а! Ничего не против! Нет, не знаю, меня опять читали проорню и про крики, но... Как можно не орать, когда такое происходит? Я не понял, объясните, как можно он спокойно реагировать? Я не могу спокойно, потому что, ну блин... Как стрим ситуация? Представьте, что по вам лезет паук или я не знаю... Я не поверю, если кто-то из вас, ребят, скажет... Скажут, что если вас будет бить током, вы будете сидеть спокойно и просто, не знаю, молчать и говорить Всё нормально, не надо быть школьником, надо просто не молчать и потерпеть Никогда в это не поверите, ребят Хотя нет, я в это поверю, когда мне пришлите видос, с такими действиями, когда возможно... Смогу Последний раз Аааа, да б... блин, я не успеваю, реально даже подпрыгивать я не успеваю Еле успел, ребят, реально, почему-то, странное свойство, я не знаю почему это так... Это я серьёзно так... Всегда когда я отключаю запись на секунду, у меня начинает получаться Может быть я вообще не буду записывать эту игру, а просто поиграю в неё один Ребят, как вам вариант? Нет, не нравится? Мне тоже нет, так что давайте Сейчас, а как? Тут надо уцепиться В итоге я сделал просто круг Хотя, я же там Как вы мне допрыгнуть До этой штуки Сейчас будет попа боль в другую сторону, ребят Сейчас возьми, опять же, правило двух Правило двух ударов Правило двух ударов по попе Что-то из воспитательной части Ну ладно Так, хорошо, сейчас нужно отождать Отождать, обождать два удара Так, и ещё один, наверное, сейчас удар будет Постоянно надо терять, он как-то не постоянно бьёт Давайте ещё один Нет, тишина Вот я не знаю, логика теряется Вначале как-то всегда логично два удара Я знаю, сейчас как А потом как-то он рандомно бьёт Ну сейчас дождать Ну блин Ну блин, почему я не дико ненавижу задания на тайминг Я уже рассказывал о всех, по-моему, играх Которые вышли в феврале Затрахали задания на тайминг То есть дико ненавижу Почему нельзя делать игру интересной Именно в плане уровня Не усложнять её таким таймингом Который, по сути, просто требует того Чтобы вы таращились полчаса На, не знаю, на верёвочку И вычисляли в секундах Сколько вам нужно будет Чтобы запрыгивать Реально это самые тупейшие места в играх Я дико ненавижу задания на тайминг Я серьёзно, я занижу оценку этой игре Лично свою Просто чисто за это За тайминг Что я мне не нравится Не люблю задания на тайминг Считаю Говнище Ненужно просто Надо, по-моему, здесь снизу пройти Фу, ребят Раз на пятую у меня получилось проскочить Ждём, ждём снова Я буду пожинать теперь Прям вот хорошей последовательности Что прям дважды Вот как сейчас ударил он по-нормальному И пройдём дальше Как я понял, нужно ждать Трёх раскатов грома Ты, красавица, думай Трёх молнии Сейчас, хорошо Это вроде были три Но сейчас мы уже пропустили Тут нужно прям быть готовым, готовым Секунду, секунду Как я уже говорил Дико ненавижу тайминг Ребят, ради вас Ради вас я терплю это Пошли Так и попробуй, мразь Отлично, получилось Получилось Ребята, мы смогли Ребята, ребята Это вот это было Не знаю За всю игру, наверное, самое Все остальное было норм Вот чё, друзья Я чуть-чуть упал Ну ладно После такой штуки, простите У меня уже просто руки дрожат Ребята, у меня нервный тик начался После такого Я, наверное, напишу в эту студию Скажу, ребят, больше не делать Никогда Ну так что чек Серьёзно, 20 минут 20 минут возился И я считаю Просто Отвратный момент Отвратный То есть Конечно, может гаться А сейчас трёх молнии Короче Я не знаю Мне не понравилось Первое впечатление было Очень таким, ребят Неприятным Ничего не понятно А играю в такую игру У меня то, что у меня было Ну, понимаете Приятно, газ И все дела А не Так что Как бы Не очень Вот эта лампа Не даст нам Умереть Потому что там ведь Как бы печка Или нет Чёрт Возьми меня там Зажать Я пытался запрыгнуть Наверх, честно говоря, ребят Мне плохо Это вышло Представляете, Яр не умер бы Ооо, вон училась Фух Нам просто даже краёв не видно Так, ребята Тут что-то Ооо, чёрт Возьми Зачем столько электричества Мне не нравится Так, на ту шестерёнку встать Я видел, как она крутилась А откуда-то я знаю Что с ручком голову взбредёт Может, они подумают Нормально Чё-то не так уж и быстро Сойдёт Так, хорошо, ребят Сейчас будет Мега-экстрим Нужно прыгать наверх Нюх, как я понимаю Видите, я заметил просто Вот эту штучку Потом нужно прыгать на следующую Это и есть Мега-экстрим Я думаю Я, наверное, экстримальной Путцей Ай Да, хорошо, хорошо Пока мы идём плавненько Пока Кабанщикам АА split Чёрт Себя Тварь Хорошо, мы пытаемся повторить это, только на это, без душных шерд. Для наших бравых солдат. А, давай, а-а-а-а! Я думаю, как не раскачаться, как бы, действие правильное. А как нам не раскачаться, бля? Черт, не успеваю. Далеко. Кстати, в этом плане, тут есть отличный чит, вы можете свешиваться по вот этой штуке, на которой мы ехали, вы можете просто пониже свеситься, и ничего вам не будет, она вас, как бы, не сожрёт. То есть, тут такой вот есть небольшой чит, я бы сказал. Почему это чит? Ну, потому что там можно и перепрыгнуть, и уцепиться, а можно вот так. Поэтому, я бы сказал, здесь всё-таки, ну, чит, чит, и моментик я нашёл. Что, возьмём? Тут главное... Ай! Тут главное вот так вот не остаться на прессе. Намотанным на пресс. Да, и огромное спасибо за чекпоинт здесь. Экс! Я думаю, надо запрыгнуть на молот. На молот, я думаю, надо запрыгнуть, потому что я всё налево пытаюсь. Это вообще что-то хуй фигово. Знаете, первый раз всегда самое удачное получается. А как потом уже, как-то... Потому что потом ты стараешься, понимаете? В этом приколе... Ты потом начинаешь стараться. Первый раз у тебя, как бы, всё за... Всё по-новой, ты вот не знаешь, как бы, ещё что-то как. А тут, получается, ты стараешься, пытаешься делать, чтобы всё было идеально. И в итоге... И в итоге... В итоге получается хуже. Хорошо, мы прыгнули сюда, а дальше... Нам же не помолоть, а дальше... Ну, давай. Всё, возьми. Просто я не очень уверен туда идти дальше. То ли нам... Потому что назад, это вроде как мы вернёмся туда, где пылья. Хотя... ХЗ, я не знаю. Как бы, может быть, нам что-то вообще сюда. О, походу, да, походу. Да, именно сюда и нужно. Ну, давай. А, почему ты застреваешь? Ну, давай, надо где-то потянуть. Это тоже не то, ребята. Не хочешь идти. Может, надо прыгнуть на эту штуку, и тогда она меня откружинит. Я просто... Я не уверен. О, понятно. Целая установка. Красивая установочка. Нормально. Я в таком страшном сне, конечно, не придумал. Что-то, как-то, я вообразимо громко. Если сравнить с ним, как я... Я не знаю. Ну, громко ставлю себя просто на минимум. Граста, я не вообразимо громко, ребята. Поэтому я часто сейчас проблемы с громкостью в играх постоянно. То, громкость очень сильно варьируется. Поэтому разработчики научитесь делать, как нормализировать звук в играх. Потому что в последнее время я... Во всех абсолютно, наверное, вот, игроков... Ну, кроме Ассасина. Ассасини, ну, июсов, они умеют. Ассасини, все было нормально. Как во всех своих играх, почему звук порал на видосах? Потому что проверяешь, как все нормально. А потом начинаешь играть, уже все ненормально становится. И как бы ты поиграешь, поправил звук, нормально. Поиграешь дальше, опять какие-то звуки начинают. Там новая локация, какая-то музыка громкая пошла. И опять все ненормально. То есть постоянно попрыг-прыгает звук. То есть там, если в монтаже, то, наверное, часик сидеть и искать. Искать, хотя нет, искать-то не нужно. Но все, сидеть там, будет долго. Все это нормализировать, делать. Реально все с рендерингом. Это было затянуло часа на три, на 7. Поэтому... Очень стихно, долгое... Долгое и трудно в заводчике. Упростите мой труд. Просто научитесь звук нормализировать. Видимо, просто современные разработчики не всегда, они, видимо, хотят стараться. Потому что я понимаю, что это напряжно. Не знаю, напрягаться, работать. Работать-то никто не хочет. Все хотят. Ну, там, мах. Ну, ладно, это ладно. Все, все, хватит. Да, собственно. И дальше канал уже можно переименовывать в философтой. Да, 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 чего я думал? Чего я мучаюсь? Чего я эту штуку? Видимо, зачем? Ярабой! Не знаю, я вот, я что-то умилился. Прямо сейчас у меня. Крысток. Опа. Вертолет, я. А что с этим делать? Я такое чувствую, что вам этот пропеллер еще пригодится. Я, наверное, зря перепрыгаю. Затя, открою эту штуку. Нет, ты не хочешь открываться? Что? Я здесь вообще ничего нет. То есть, это просто ДД. Убил. Ясно. Ничего, ребят, реально ничего. Хорошо. Нет, так нет. Свет, ребят, свет в конце. Пахнет. Может быть, Яр не умер? Ребят, как вы думаете? Может быть, это смерть? Вот, вот, мы сделали то, что нужно. Вот, и в том, как нам закрепить результат. На самом деле, можно привязать, мне кажется, как в войну. Надо завязать правду. Я даже раскачаться не могу, ребят, за двух нитей. То есть, я практически здесь просто намерко привязан. А, тут не нужно. Оно держится само по себе. Я просто думал, а как мне... В общем, я думал о сложном, ребят. Ну, как всегда, как я и говорил, ребят. Евген постоянно любит все усложнять. Я думал, как усложнить себя все. А оказалось, что все намного проще. Давайте потом захватиться и... Ура. Да, ребят, мы смогли. И происходит, так сказать, торжество разума против интеллекта. Искусственного. Значит, тут никуда не поедет, видимо. Ой-ой-ой, у нас начались проблемки. В виде тараканчиков. Так, хорошо. А... Я понимаю, надо запрыгнуть на эту штукенцию. И, так сказать, дело сделано. Я же правильно понимаю. А-а-а! Это проще сказать, чем сделать. Как и большинство вещей. Как проще сказать, что ты вынесешь мусор, чем вынести. Хотя, я вношу мусор. Не знаю, столько... Два человека живет, а как будто армия. И... Просто постоянно мусор много. Почему? Ну, потому что мы люди свиньи, ребята. Усвоить. Давайте усвоим это. Человек это свинья. Еще, пожалуйста, не надо меня вытаскивать. Нет. Просто... Ярни, просто бери и беги. Я бы так говорю. Мы люди свиньи. Мы любим потреблять и выкидывать обертки на помойку. О, дай, Ярни, тебе есть чем гордиться. Ты взял, ты взял эту штуку. Молодец. Яровой, я в тебя верил. Я верил в тебя. Тебе потребовалось аж целых две локации, чтобы это сделать. Ярни, стареешь. Стареешь, чувак. Давай, дай пять. Дедок. Нифига, я тут кое-что продаю. И мне написали на английском. Черт. Немножко стесняюсь. Я немножко стесняюсь. Сколько тебе хватит? Давайте мы предыдущее прочитаем. Даже, по-моему, что-то должно еще быть. Это вот фотографии, которые мы видели. Мы их собираем. По сути, мы же собираем их как воспоминания. Все такое. Полис. Полис. Саунд оф полис. Извините, ребят. Просто я не мог не сказать. Вниз в дырочку вкусную. Они говорят, что они... Спасители. И что они... Спас... И что мы без них загнемся от голода. Наши... Наш молодняк... Должен работать. Но эти люди обещают... И обещание этих людей не имеет никакого смысла. Как можно спасти место, разрушая его? А, то есть это эксклюзионная работа по, не знаю, поиску чего-то. Спасители превратились в крушителей. Их обещания были пусты. И процесс был токсичен. Теперь молодняк идет на юг. А старики остались здесь. Заботятся о лесе. И нам показывают... Выписки из газет. Но, блин, я их не могу прочесть по всем желанию. Видимо, завод закрыли. Вот раскопки. Ну, видимо, они просто копали что-то из земли. Видите, так... Или это была свалка токсичных отходов. Мы как бы точно-точно не можем сказать... О, кстати, вот получилось, видите. А, нет, почти получилось. Немножко не хватает. Они просто растягивают. Они заставляют нас еще и еще наблюдать за тем, как Яровой будет разбираться с этим всем. О, да. О, да. Мистер Гировой. Давайте пройдем дальше. Оп-оп-оп. А-а-а, недоволен. Да черт с тобой, ну что же это за... А-а-а, все. О-о-о. Ну смотри. Хорошо, здесь все, здесь все закончено. По сути, вот мы... Кстати, да, у нас значки переместились. Раньше значки были внизу. О, у меня дали еще достижения. За что их дают? Я не знаю, как-то Xbox мне стал давать достижения с огромной задержкой. То есть, вот раньше он выдавал сразу по получению, а теперь он мне... Как-то мне не издет за достижения. Я вчера в GTA играл, у меня был 27 уровень, так мне дали за достижение за 25. И вообще офигел. Что за тормозность началась. Просто мир, по-моему, тормозится, ребята. Становится медленным. How much is now? Мы, кстати, тоже закончили. А что же дальше? То есть, вот мы как бы... Здесь все. А дальше, следующая стадия у нас какая? Мне просто интересно. Мы здесь, наверное, должны уже как бы находиться. Бум-бум-бум. Нельсон и Саммер. О, зима. Письмо. О, фотографии. Это не фотографии. Портрет кисок. Хорошо. Есть зимнее солнце. Раст. Ребята, это не тот раз, о котором вы подумали. Или нет? Нет, не тот. И как я понимаю, это... Ласт Лив. Последний листок. Как я понимаю, это... Это... The Final Countdown. Брум-бум. Брум-бум-бум. Типа того. Типа того. Что же, ребят, в следующей серии мы займемся письмецом. Письмецо. Пощупаем сальными ручками. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам было интересно. А если вообще просто бомбящее было видео, крутое, то репост. И, в принципе, я понимаю, что немного я зафейлился с проводами. Но, серьезно, я ненавижу тайминг. Это... Давно я, с детства ненавижу задания на тайминг. И никогда их не любил. Хотя кто-то на них люто фапает, скажем так. В хорошем смысле кто-то люто их обожает. Но я нет. Я считаю, что это тупо. И глупо, и... Как хотите. А, кстати, о! Смотрите, я нашел кнопку, как перезапускать раздел. Это крестовина вниз. Я не знал. То есть, вот я знал все кнопки, кроме этой. Че-то возьми. Каждую минуту я учусь чему-то новому. Ладно. До следующей серии. Пока, ребята.